Good afternoon, children! Здравствуйте, ребята! I'm glad to welcome you at our English lesson. Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. Today we are going to talk about clever animals. Сегодня мы будем говорить об умных животных. This is the theme of our today's lesson. Это тема нашего сегодняшнего урока. So, opening books, please, page 10, 11. Итак, откройте, пожалуйста, свои учебники на развороте страниц 10, 11. This is the material of the module number 10A. Это материал модуля номер 10A. So, clever animals. Итак, умные животные. Вы можете удивиться. Неужели животные могут быть умными? Или почему именно так? Да, наверняка у многих из вас дома были или есть домашние любимцы, домашние питомцы. И, играя с ними, проживая бок о бок с ними, наблюдая за ними, конечно же, вы часто задавались вопросом, неужели мой домашний любимец такой умный? Да, ребята. И строки следующего стихотворения явное тому подтверждение. Послушайте. Послушайте. Творение, конечно же, шуточное. Ну, а там кто знает, что происходит в лесу в данный момент? Итак, сегодня мы будем работать с новыми словами, которые касаются темы животные. Именно этих животных сегодня мы и изучим. Вам понадобятся словарики для того, чтобы записать новые слова. На экране вы увидите картинку, слово на английском языке, транскрипцию и услышите перевод данного слова. Начинаем. И давайте попрактикуем произношение. Я произнесу слова несколько раз, а вы повторяйте, пожалуйста, за мной. Желательно это делать вслух. Спайдер Спайдер Берд Берд Рэббит Кролик Си-хос Морской конек Повторяем еще раз. Рэббит 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 Си-хос 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 Тортос Черепаха Паррет Попугай Попугай Повторяем еще раз. Тортос 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 Паррет 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 И еще нам необходимо вспомнить слова уже знакомые, которые описывают вид деятельности, то есть то, чем можно заниматься. Рэббит Рэббит Давайте повторим произношение этих слов. Молодцы! Let's do the first exercise. Приступаем к выполнению первого упражнения. Вы видите стихотворение. Listen to me very attentively. Послушайте меня очень внимательно. I'll read and translate this poem for you. Я прочитаю и переведу данное стихотворение для вас. What can crawl? A spider can. Кто может ползать? Паук может. What can fly? A bird can. Кто может летать? Птица может. What can jump? A rabbit can. Кто может прыгать? Кролик может. What can swim? A seahorse can. Кто может плавать? Морской конёк может. What can walk? A tortoise can. Кто может ходить? Гулять. Черепаха может. What can talk? A parrot can. Кто может говорить? Попугай может. Ребята, в этом стихотворении вы встретили много раз слово can. А как же оно переводится? И что оно обозначает? Can означает способность. Уметь что-то делать. И переводится как уметь. Мочь. В данной таблице показано употребление слова can. Итак, первая колоночка. Affirmative. Утвердительная форма. Читаем и переводим. Я могу прыгать. Ты можешь прыгать. Он может прыгать. Она может прыгать. Это может прыгать. Все эти предложения являются утвердительными. То есть утверждают, повествуют нам о чем-то. В данном случае о способности, об умении прыгать. Вторая колоночка. Отрицательная форма. Negatif form. То есть, когда мы что-то отрицаем. Говорим об отсутствии способности что-то делать. I can't jump. Я не могу прыгать. You can't jump. Ты не можешь прыгать. He can't jump. Он не может прыгать. She can't jump. Она не может прыгать. It can't jump. Это не может прыгать. We can't jump. Мы не можем прыгать. You can't jump. И третья колоночка – это вопросительная форма. То есть, когда мы что-то спрашиваем, задаем вопрос. В данном случае глагол can мы выносим на первое место. Могу ли я прыгать? Can you jump? Ты можешь прыгать. Can he jump? Он может прыгать. Can she jump? Она может прыгать. Can it jump? Это может прыгать. Can we jump? Мы можем прыгать. Can you jump? Вы можете прыгать. Can they jump? Они могут прыгать. Ребята, конечно же, слово jump можно заменить на любое другое. Next exercise. Следующее упражнение. Exercise 2. Упражнение 2. А вот теперь как раз и подошло время попрактиковаться, использовать глагол can. Нам необходимо к каждой картинке, здесь вы видите их 4, составить предложение по образцу. Сейчас мы сделаем это вместе. Итак, шаблон предложения, то есть образец предложения, от которого не нужно отступать. Вы видите длинное предложение, в котором 4 пропуска. И пропуски, конечно же, нужно чем-то заполнить. Первый пропуск мы заполним названием животного во множественном числе. Во второй пропуск мы напишем, что могут делать эти животные. На картинке эта способность обозначена вот такой вот галочкой. В третий пропуск мы также напишем, что могут делать животные. А в четвертом пропуске мы напишем, что не могут делать животные. На картинке отсутствие этой способности обозначено вот таким вот крестиком. Давайте рассмотрим пример с пауком. Итак, на картинке мы видим паука. Три слова, то есть три способности. Кролл – ползать. Может. Джамп – прыгать. Может. Суим – плавать. И нам нужно составить предложение, что пауки могут ползать и прыгать, но они не могут плавать. И используя образец предложения, у нас получается следующее. Пауки могут ползать и прыгать, но они не могут плавать. Как хорошо, что они не могут плавать. Следующая картинка. Мы видим птицу. И рядом три слова. Fly – летать. Птица может. Син – петь. Птица может. Ток – говорить. Птица не может. И что у нас получается? Birds can fly and sing, but they can't talk. Птицы могут летать и петь, но они не могут говорить. The next picture. Следующая картинка. Дельфин. Суим – плавать может. Джамп – прыгать может. Вок – ходить не может. И, ребята, уточню. Дельфины могут прыгать, они выпрыгивают из воды. И что у нас получается? Дельфины могут плавать и прыгать, но они не могут ходить. И последняя картинка. И последняя картинка. Мы видим цыпленка. И слова. Walk – гулять может. Run – бегать может. Fly – летать не может. И в соответствии с образцом у нас получается следующее предложение. Дельфины могут гулять и бегать, но они не могут летать. И так, ребята, мы справились с данным упражнением. Let's do the next exercise. Выполняем следующее упражнение. Exercise number 3, page 11. Упражнение 3, страница 11. Мы должны прочитать, перевести текст и ответить на вопросы по тексту. I'll read and translate this text for you. Я прочитаю и переведу этот текст. Listen to me very attentively. Слушайте меня очень внимательно. I've got a pet chimp. У меня есть домашний любимец – обезьянка. His name is Chuckles. Его зовут Chuckles. He is 11. Ему 11. Chuckles has got big ears and a fat body. У Chuckles большие уши и толстые тельцы. He is very cute. Он очень забавный. Chuckles is very clever, too. Chuckles также очень умный. He can run, jump and climb. Он может бегать, прыгать и ползать. He can dance, too. Он также может танцевать. Oh, I love Chuckles. Я люблю Chuckles. Ребята, я прочитаю текст еще раз, но уже без перевода. Постарайтесь повторять слова за мной. Желательно это делать вслух. I've got a pet chimp. His name is Chuckles. He is 11. Chuckles has got big ears and a fat body. He is very cute. He is very cute. Chuckles is very clever, too. He can run, jump and climb. He can dance, too. Oh, I love Chuckles. Молодцы. Well done. Now, let's answer the questions. А теперь давайте ответим на вопросы. The first one. Первый. How old is Chuckles? Сколько лет Chuckles? Давайте посмотрим. Очень внимательно пробежим глазками строчки текста и найдем ответ. He is 11. Ему 11. Number two. Номер два. Has he got big ears? У него есть большие уши. Chuckles has got big ears. У Chuckles есть большие уши. Has he got a thin body? У него есть тонкое худое тело. У Chuckles пухлое, толстое тело. Number four. Номер четыре. Can he climb? Он может ползать. He can climb. Он может ползать. Конечно же, обезьяны могут взбираться на деревья. Number five. Номер пять. Can he swim? Он может плавать? Ребята, а вот про плавание ничего не было сказано. Значит, на этот вопрос мы ответим отрицательно. He can't swim. Он не может плавать. Number six. Номер шесть. Can he dance? He can dance too. It's high time for your homework. Подошло время вашего домашнего задания. Вы видите предложение с пропусками. И в пропуске необходимо вставить глагол can, может, или can't, не может, в соответствии со способностью того или иного животного что-либо делать. Подскажу. В первом предложении речь идет про лягушку и про способность танцевать. И давайте подумаем. Лягушка может танцевать? Конечно же, нет. Поэтому в пропуск мы подставим слово can't. A frog can't dance. Лягушка не может танцевать. Our lesson is over. Наш урок закончен. Thank you for your hard work. Спасибо за вашу усердную работу. I wish you good luck. Я желаю вам удачи. Goodbye. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.